Когда человек приходит на обычный тренинг или на учебную программу, или читает учебник, прочитал, все понравилось, забыл. Или, может быть, запомнил, но ничего не сделал. Даже если автор пишет, а теперь отложите книгу, сделайте упражнение. Один человек из ста делает упражнение, остальные, ну да, понятно. Здесь он хочет, чтобы мы сделали упражнение, и читаем дальше. И вот когда мы говорим о такой максимально практической вещи, как надо что-то делать, чтобы продлевать свою жизнь. Но на практике даже на вот этот тренинг идти сложно. А если нужно прийти в какую-то часть Москвы, где мы никогда не были, где мы не знаем, что нас ждет, где мы не знаем, о чем мы там будем с людьми разговаривать, то ли они нас обманут, то ли не обманут. Многие захотят это сделать или нет. Наверное, немногие. И поэтому самая большая задача, которая перед каждым из вас стоит, это не теория, это не информация, объективная или необъективная. Самое главное, это чтобы продление жизни стало важной частью того, что вы делаете. Вот, и я покажу немножко наших врагов. Тема будет звучать вот так. То есть, как использовать современную медицину, потому что она уже есть, уже есть очень много методов, и те возможности, которые она дает для продления вашей жизни. То есть, чисто практический вопрос, как это сделать. Ну и мне кажется, что сформулировать стратегию можно вот так. Жить не умирая, это лучшее хобби, которое у вас может быть. Не надо жалеть на него времени, сил и денег. А Медведев, ты, это кто? Это я. Медведев, ты, это кто? Я просто, я буду знать. У каждого из вас есть много интересных занятий. У вас есть много интересных занятий, вы тратите на них свое время, и если вы не сможете сделать продление жизни самым интересным, то вы не будете им заниматься. Каждый из нас каким-то образом встраивает вот это вот деятельность по продлению жизни в свою работу. Ну, Игорю проще всего. Он тренер, он ведет тренинги удовольствие жить всегда, и вот он уже нашел способ. Привычный, понятный, приятный, и позволяющий ему каждый месяц, там, каждые две недели делать какой-то шаг вперед в понимании, в практике, у остальных участников сегодняшней встречи, у них другая ситуация, и вам нужно найти какой-то свой другой способ. Например, если вы любите читать и рассказывать всем, что вы прочитали, например, в интернете, займитесь этим, читайте правильные материалы, рассказывайте своим родственникам, объясняйте им, как что-то делать. Если вы любите мастерить своими руками, есть огромное количество вещей, которые вы можете смастерить своими руками для продления жизни. Ну, разные, экзотические. Вот, занимайтесь этим. Если вам нравится думать о своем самочувствии, постоянно анализировать себя, вы любите оценивать, там, как прожили день, как прошла встреча, начинайте прием, как вот советовал сегодня Анатолий Иванович, попробовали витамин, лучше стало хорошо, хуже стало плохо. Я общался с некоторыми людьми, которые очень любят делать такие вещи, они экспериментируют с разными лекарствами, с разными БАДами, мне самому это никогда не удавалось. То есть, я принял таблетку, непонятно, то ли я подействовал, то ли нет, не могу полагаться на свои ощущения. Кто может, пусть использует вот этот. Ну, а сейчас несколько примеров, как люди привыкли работать со своим здоровьем. Я прочитаю несколько примеров, написанных в 2002 году, когда попробовали превратить подход человеческий к автомобилям, перевожить его на наше здоровье. И мне кажется, что перекладка эта, на самом деле, совсем не смешная, а совершенно реальная. Итак, несколько, вот как бы, таких выдуманных вопросов, которые люди оставляют на сайте «Вопросы и ответы» или задают эксперты. Вопрос. Летом я ходил в шлепанцах, и все было замечательно, но осенью на шерстяной носок и зимой по снегу неудобно, скользко, падаю. Можно и дальше ходить в шлепанцах, или достаточно на левую толчковую ногу надеть валенок? Другой вопрос. Когда я кашляю, изо рта вылетают кусочки легких и крови, и все черное. Мне еще можно так ходить, или лучше обратиться к врачу? Мне 23 года, вес 69 кг. Когда я бегаю, я развиваю скорость 22 км в час, быстрее не получается. Если вставить в нос в адные фильтры, я побегу быстрее. Вчера упал, сломал ногу, открытый перелом. Если так ходить по улице, меня будут останавливать милиционеры, или можно ходить и так? Обычно я ем три раза в день, но вчера только позавтракал и пошел гулять пешком по городу. Пройдя 52 км, мне стало плохо, и я упал. А в желудке что-то начало вручать. Это у меня еда закончилась, или что? Ну и так далее. Это реально, да? Реально работает. Работает реально именно так. То есть очень мало людей, которые знают процедуру, как правильно реагировать на поведение своего организма. Потому что мы постоянно получаем сигналы. Хороший врач-диагноз обращает внимание на то, что с ним происходит. Обычный человек нет. У нас постоянно болит что-то, рука, нога, голова. У нас начинается кашель, чихание. Мы начинаем там чесаться где-то, мы начинаем там постоянно поправлять ногу, допустим, начинаем дергаться. У нас начинаются более острые, ноющие какие-то еще. И это постоянно сигналы от наших внутренних органов. Если у нас идеальное здоровье, то мы вообще не замечаем наше тело. Мы делаем то, что мы хотим, думаем о том, почему мы хотим. Но реально мы постоянно получаем сигнал. И все проблемы, которые только у человека могут быть, они все вначале как-то проявляются. И большая часть тех, которые как-то проявляются, проявляются ощутимо. То есть можно либо... А что это у меня здесь какая-то фигня увеличивается на пальцы? Ну сейчас что-то она поменьше, а вот побольше. Ну растет. Ну пока ничего страшного. И только когда у человека реально уже открытый перелом, вот тогда он начинает думать, что мне делать. Или когда у человека реально адская боль в животе, он согнувшись вот так вот лежит, приезжает скорая, говорит, ну, наверное, скорее всего у вас перетонит, давайте мы вас заберем и в больнице делаем операцию. А нет какой-нибудь таблетки, чтобы дома это сделать? Спрашивая человека. Это реальная совершенно история, постоянно происходит. В любую аптеку придите и постойте в уголке. Огромное количество людей пройдет мимо вас, которые будут подходить к фармацевте и говорить, а вот дайте от воспаления легких таблетку, дайте от головной боли, дайте от этого, от этого, от этого. То есть люди не готовы совершенно задуматься о том, какова процедура вообще работы с организмом. И они знают только, нет, ну, таблетка какая-то, еще что-то. Есть еще хуже вещи. Принес немножко, потом можно посмотреть. Есть совершенно адские вещи. Календарики отрывные. Народный лечебник. Здоровье без лекарств. Открываю просто в случайном месте и смотрю. Вот эта вот еда, допустим. Вот, как определить свой иммунитет? Ну, замечательно, написано. Приведенные ниже вопросы позволят определить, насколько правильен ваш образ жизни. Курите ли вы, приходите ли вам не засыпать, испытываете ли стресс на работе? Замечательно, но для лечения здесь никакого не предлагается пока. Смотрим следующее. Ага, ну, замечательно. Бани. Так. Бани. Так, 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 так. Ну, естественно, картофельные маски, маски из фасоли. Желтый цвет. Еда желтого цвета, она, естественно, какие-то вещи лечит. А вот другие вещи лечит еда фиолетового цвета. Вот, сегодня говорили про французских женщин, но здесь это доведено до абсурда. То есть, если у вас болезнь нервов, вам нужна еда фиолетового цвета. Вот, и так далее. Ну, как, значит, еда, еда. Если вам необходим повысить работоспособность. Да, оденьте красное. Оранжевый цвет эффективен при всех заболеваниях легочной системы. Особенно хорошо он влияет на больных бронхиальной астмой. Тем, у кого проблемы с сердцем, наблюдая в своей ритме, скачет давление, обязательно нужно добавить в эту вверх квартиры что-нибудь зеленое. Вот, целебные свойства синего цвета. Весьма эффективны при спазмах и воспалениях. Голубой помогает лечить различные кожные заболевания, связанные с нарушением пигментного обмена. Да, да, хорошо. Ну, крапива натуральная, естественно. Вот. Да, просто морковка и тыква. Вот. Все болезни предлагают лечить просто вообще продуктами питания. Причем, большая часть их продуктов питания реально люди покупать даже не будут. То есть, по сути, нам продают, ну, не нам, конечно, а вот некой группе людей в стране, продают вот такие вот заклинания, прочитал, и ты уже вылечил что-то. Потому что нормальный человек не будет готовить дома там настой какой-то из совершенно загадочных вещей, которые не купить нигде, даже там в магазинах «Азбук и вкуса». Нужно, значит, съехать куда-то очень далеко. Никаких нормальных методов лечения практически здесь не предлагается. Про витамины чуть-чуть говорят иногда, но, конечно, методы цветотерапии гораздо более простые и доступные. Вот. Лечение радикулинка. Замешивается тесто из жженой муки, без дрожжей. Когда тесто станет кислым, взять тряпочку или марм, сложенную в четверо, там, и так далее. Речку черную очистить. Наружно тертую речку употребляют для растирания, там, при простудных заболеваниях. Ну, конечно. То есть, не лекарство какое-то принимать, не что-то еще... А вы считаете, что лекарства вам не дуют? Нет. Я хочу сказать, что если бы такие штуки... Да, я хочу задавать вопросы, а то мы так далеко обойдем. Да, продолжайте. К счастью, к счастью, вот таких вот штук не продают про лекарства. Потому что если бы посоветовали есть такой-то препарат, это было бы, конечно, еще хуже. Вот это вопрос чисто такой законодательный. Вот это вот писать можно совершенно спокойно. Но что нужно делать каждому из нас для того, чтобы процесс работы с нашими проблемами был бы нормальным и эффективным? Ну, сначала рассмотрим несколько методов, которые существуют. Ну, первое. Конечно, должно быть удовольствие от изучения собственного организма. Каждый из нас должен это выработать. Потому что если мы пока еще не получили контакт, телефонную книгу или визитную карточку правильного настоящего врача, который нас здоровых сделает еще более здоровыми, то приходится разбираться самим. Самим разбираться это должно быть приятно. То есть нам должно быть приятно читать не только вот эту, допустим, книгу лекарства от старости, но и что-то еще, и дополнительно новости, и читать какие-то более сложные статьи. Причем не каждому из нас это будет вначале даваться легко. Но другого пути, к сожалению, сейчас пока нет. Потому что специалистов, к сожалению, вы не найдете, не найдете. Удовольствие лечиться – еще одна очень важная вещь. Есть люди, которые патологически получают удовольствие от лечения. То есть им только дай поболеть. Они лягут, дайте мне вот это, дайте мне вот это. К этому я не призываю. Но я призываю, чтобы каждый из нас получал удовольствие, например, от того, что он принял в нужное время витаминку. Или, если ему нужно это, то лекарство. Или выпил стакан воды, если у него, допустим, это ему нужно. Или выпил стакан сока. Или еще что-то сделал. Например, сделал зарядку. Вот эти вещи, они на самом деле должны быть частью образа жизни каждого из нас, но почти у всех их нет. И современная психология, она дает ответ, что не нужно здесь думать о своей какой-то силе воли, не нужно думать о своих каких-то таких вот личных качествах. На самом деле все это работает только тогда, когда вы создаете какой-то ритуал. То есть делаете себе приятную возможность постоянно принимать, допустим, вот этот витамин. Не Е, а, допустим, Д или С. Кому какой оказался нужен. Потому что если у вас нет привычки, нет вот этого комфортного механизма, когда у вас прекрасный, замечательный шкафчик, в котором зеркало, чтобы могли на себя полюбоваться, расставлены все баночки, коробочка там с пищалкой, с отделениями. Если вы в эти вещи не вложились, то у вас где-то какой-то мешок, в мешке лежит непонятно что, и нормально вы туда не полезете. Вот. И разница между эффектом и отсутствием эффекта только в этом. Одна из главных проблем в Америке в плане использования лекарств в том, что большинство людей просто не выполняют требования врача. Им говорят, нужно принимать вот это лекарство сейчас и ровно две недели. Человек начинает принимать, как только боль острая прошла, ну, вроде мне уже полегче. Вот. И бросает. Это делают для антибиотиков, чем создают большие проблемы и для себя, и для общества, потому что до конца бактерия не убита, а иммунитет у нее уже к этому антибиотику вырабатывается. Вот. И делают для чего угодно. То есть, если, допустим, нужно пропить курс, потому что врач как писал, потому что нам посоветовал консультант, мы прочитали в книжке, надо пропить курс. Если нужно изменить образ жизни, значит, надо изменить образ жизни. И иногда для этого нужно получать удовольствие от того, что вы будете каждый день мерить себе сахар. Может быть, будете палец себя колоть, как диабетик, еще не имея диабета, но уже на всякий случай. Мерить давление. И вот эти все процедуры, они должны быть для вас приятными. И здесь огромный простор для творчества. Вот придумывайте, что хотите. Можете с ребенком играть. Можете ребенка натаскивать на то, чтобы он был будущим доктором Хаусом, чтобы он приходил к вам каждый день, три раза в день. Мерил давление. Потому что, в принципе, любому человеку в среднем возрасте нужно мерить давление. Утром, днем и вечером записывать его. И иметь вот эту вот базу данных. Раньше, 30-40 лет назад, врачи говорили людям, не надо мерить давление, только лишний раз будете нервничать. Но сейчас, когда мы понимаем, что изменение давления – это не просто безобидное возрастное какое-то изменение, а это реально проблема, и начинается она в любом возрасте, то в развитых странах, там, где есть такое понятие, как самоведение, я об этом еще скажу, там учат человека мерить себе давление и записывать. Потому что врач не приедет к нему и не сможет это сделать каждый день. Или это стоит очень больших денег. Соответственно, нужно к этим вещам привыкать. И, конечно, если вы будете делать что-то три раза каждый день, научитесь получать от этого удовольствие. Точно так же удовольствие от профилактики. Ну, все мы знаем, что профилактика лучше, чем лечение. Все мы знаем, какие есть способы профилактики тех или иных болезней. Надо встроить их в свой образ жизни так, чтобы они доставляли удовольствие. Если речь идет о зарядке, то читайте в интернет, найдите миллион способов сделать зарядку приятной, сделайте ее приятной лично для себя и будете всю оставшуюся очень длинную жизнь получать от этого дивиденды. Потому что вы один раз вот это настроили. Ну, и в итоге вы получаете удовольствие жить всегда. Потому что срабатывает эта ваша программа на продление жизни. Вы, в отличие от других людей, которые только говорят, что они хотят жить долго, вы реально для этого что-то делаете, создавите у себя вот эти привычки. И потом, когда через год, через два, через десять поменяется немножко теория, вы узнаете какую-то новую информацию, что нужно делать, появятся какие-то новые лекарства, которые надо принимать регулярно, вы уже будете обладать вот этим навыком лечиться, заниматься профилактикой, и вам это не будет сложно. Постоянно, если вы лежите, вы должны вот так вот улыбаться, понимая, что на самом деле каждый из нас все время больной в каком-то смысле, потому что здоровых людей не бывает. Все люди имеют уже какие-то патологии. И с этой болезнью вы должны бороться, и должны получать от этого удовольствие, потому что такова пока что наша человеческая доля, нет других вариантов. Вот возникает самый главный секретальный вопрос, а где же можно получить информацию, а лучше всего даже не информацию, а совет специалиста, то есть честную, объективную консультацию по продлению жизни и замедлению стояния. Самый частый вопрос это, ну хорошо, вот вы все это рассказали, что же мне пить, или что же мне есть, или что же мне не пить, или не есть, или куда мне пойти. Ответа, к сожалению, нет. На Земле практически нет, может быть вообще нет, ни одного такого медицинского центра, в котором человека вот так нормально бы обслужили. Есть какие-то приближения, там центр медицины космонавтики, там более-менее как-то здоровых людей умеют лечить, готовить, потому что если у человека в космосе аппендицит проявится, это будет большая проблема. Поэтому там заранее удаляют аппендицит, еще какие-то вещи заранее починят, чтобы когда человек улетел в космос на международную космическую станцию, проблем у него уже не было. Но это все равно не со всем тоже, не со всем на организме, потому что там на сентрифуге крутится очень долго, масса других проблем. И каждый из нас может придумать какое-то свое решение, где эту информацию брать, но нужно всегда помнить об опасностях. Вот самые... Лучше каждому взять с собой вот такую штуку и положить его у себя дома, и если один день вы не потратили на то, чтобы получить объективную, хорошую, честную информацию про продление жизни, про лечение, про здоровье, и не сделали ничего, то откройте этот календарик, полистайте его, ужаснитесь и поймите, что если вы не будете ничего реально делать, то кончите вы вот в таком примерно состоянии. Полезные советы для всех. Не буду пугать сейчас. Значит, теперь о методах, которые нужно и можно освоить для того, чтобы наладить свою собственную программу продления жизни. Здесь я говорю о общих методах. Не говорю о том, что конкретно надо есть вещество А или витамин В или еще что-то. Методы, которые существуют, которые придуманы врачами и которые можно на себя перенимать. Ну, первое. В 60-е годы появилось такое направление, как управляемое самоведение. Когда не просто врач приходит и говорит больной, делайте вот это, вот это, вот это, у вас вот это. Значит, вам нужно померить температуру, сейчас принять вот эту микстуру, а потом пойдете в аптеку, покажете им эту бумажку с непонятными названиями, они будут лекарства. Этот метод не работал, потому что было очень много хронических болезней, и там необходимо, чтобы больной каждый день, несколько раз в день мониторил, отслеживал свое состояние и знал, как нужно реагировать. Реагировать на острые какие-то кризисные состояния и реагировать на небольшие изменения. Соответственно, в России это мало известно. На Западе существует множество обществ медицинских, которые продвигают стандарты, прописанные с инструкциями для больных. Существует уже давно устоявшаяся школа, как это нужно делать. И вот создается такая модель взаимодействия врач-больной, где больной тоже играет достаточно активную роль. Он учится постоянно, он постоянно общается с врачом и постоянно ведет контроль за собственным состоянием. У каждого из нас есть старение, не важно сколько нам лет, процесс старения у нас уже идет. И этим процессом нужно управлять ежедневно, потому что у нас ежедневно что-то меняется, ежедневно есть какие-то возможности для отслеживания ранних каких-то проблем, для диагностики. Это просто реально нужно делать. Соответственно, почитать в интернет про то, что такое управляемое самоведение, поискать информацию на русском, на английском языке и понять, какие навыки нужно себе выработать. Это примерно такие же навыки, как у диабетика, которым объясняют, у вас диабет первого типа, второго типа, уже острая форма серьезная, но этому говорю можно помочь. Будете постоянно мониторить уровень сахара в крови, принимать, делать объекты инсулина, делать еще какие-то вещи, и вы будете жить долго и счастливо. Так вот, если больной в какой-то момент забывает мониторить свой сахар, или забывает колоть себе инсулин, то он, естественно, оказывается в больнице в тяжелом состоянии. И причина здесь очень простая. И по статистике, диабетики, которые следят за собой, живут дольше, чем люди не больнее диабета? Более того, для других больниц это та же самая ситуация. Вот, например, для бронхиальной астмы. В разных странах разный процент, в России очень низкий процент бронхиальной астмы. По-моему, 5% где-то. Ну, я не могу ошибиться. В некоторых странах в 3-4 раза больше. Реально этой разницы нету. Есть разница в том, насколько часто ее диагностируют и вскрывают. Так вот, выясняется, что, естественно, в тех странах, где меньше уровень бронхиальной астмы, от нее больше умирают. Потому что всем, кому ее не продиагностировали вначале, люди ничего не делают и потом от нее спокойно совершенно умирают. То есть, точно так же, очень много есть проблем в организме, с которыми можно бороться. Почти с любой хронической болезнью, кроме достаточно редких генетических заболеваний. Ну, не знаю, есть ли это шанс 1% может быть, что у кого-то из нас, вот здесь сидящих, есть какое-то серьезное неизлечимое генетическое заболевание, которое сработает на ближайшие 5-10 лет. Маленький шанс. Скорее всего, нет. Поэтому можно об этом сильно не беспокоиться. А то, что у нас, скорее всего, есть, это стандартные вот такие вот вещи. Ожирение, диабет, сердечные заболевания, сосудистые заболевания, болезнь Альцгеймера. И вот эти вещи все нужно мониторить с использованием тех методов, которые существуют. Мы видели сегодня в презентацию Игоря маленький кусочек промокашки. Можно на чипе сделать себе анализ. Есть много других приборов, там, для измерения сахара, для измерения давления, пульса. Есть носимые приборы, которые вы можете одеть и просто постоянно 24 часа в сутки записывать работу вашего организма. Те или иные параметры. Показывать это врачу, показывать это своим коллегам, показывать друзьям. Через интернет-сайты, такие как Вики, вы можете обмениваться информацией о своих проблемах. Сейчас уже существует не только 23andMe, куда денежку послали, получили набор, отправили свой плевок, получили данные. Существуют, например, Вики, то есть открытые сайты, посвященные вот этим полимарфизмам генетическим, где люди могут сами редактировать вот эти вот статьи, где они могут ту информацию, которая в 23andMe еще не появилась, еще там не выложена, они могут уже этой информацией обменяться. Были такие реально случаи, когда там собрались пять человек с какой-то редкой болезнью очень, вот, сами сделали анализы, сами генетические, сами эти данные закачали, с помощью программы их обработали и узнали, что одно определенное лекарство, там, четырем из них помогает, а пятому не помогает на основании исследований, которые были проведены. То есть люди могут достаточно активно сами заниматься самолечением, если, конечно, они не жалеют времени, чтобы в этом разобраться. Понятно, что тут нельзя просто посушить соседку и сделать компрессор с капустой. Второй очень важный метод, который стоит знать, хотя он имеет ограниченную применимость, но это доказательная медицина. Примерно в 1990 году появилось такое направление, и доказательная медицина – это добросовестное, честное использование тех объективных, самых лучших результатов клиничных исследований для выбора лечения конкретного больного. То есть собрали всю информацию во всех исследованиях, которые только были, посмотрели, как это применимо конкретному человеку и сказали, вот это лекарство тебе подойдет, а вот это вот не стоит. Очень важно знать, по крайней мере, общие принципы доказательной медицины, и, может быть, какие-то самые известные истории, чтобы не попасться на удочку у врача, который лечит методами 30-летней давности, лекарствами, которые не помогают. Ну и кроме того, чтобы самому просто не повестись совсем на какое-то мошенничество. Ну, приведу пример, который мне непонятен, на большинстве людей тоже непонятен, что кокарбоксилазу не нужно применять, или баксин не нужно применять для лечения сердечной недостаточности. Было показано, что это не работает и не действует. И вот таких вот примеров, их существуют, там, десятки, сотни. Нужно понимать, где, скажем, информация по доказательной медицине может быть найдена. Какие существуют обзоры. Есть так называемые Кохрановские обзоры, которые и в России доступны тоже, которые сводят всю информацию, самую правильную, проверенную, о какой-то проблеме, например, об инсультах, или о старении кожи, или о чем-то еще. И можно их найти, бесплатно скачать и прочитать, как на самом деле, вот научный ответ, то, что был вопрос сегодня, а какой научный ответ, вот как на самом деле, кофе, хорошо или плохо. Вот задача Кохрановского сообщества, это собрать все, что известно и сказать, вот знаем мы ровно вот столько. Вот это знаем, это знаем, это знаем, это не знаем. Там есть разные уровни, разные рейтинги, рекомендации, насколько они подтверждаются исследованием, насколько они безусловны, насколько они сомнительны. И этот инструмент тоже нужно уметь использовать. Можно, если у нас рекомендация, Кохран? Какой сайт? Какой сайт? Есть сайт, который надо учить. Это по-английски? А по-русски, соответственно. Есть примеры, когда, скажем, через вот этот вот ресурс можно узнать, какие же все-таки работают косметические средства, какие крема работают для того, чтобы убрать морщины, улучшить состояние кожи. Потому что есть примерно там 100 тысяч миллионов разных средств, созданных за последние 40-50 лет. И из них некоторые уже доказано, что они работают. И, естественно, мы не знаем про те, которые не работают, какие-то из них могут взять и сработать. Но вот эти вот несколько реально работающих можно найти, заказать в Америке, в Европе где-то, и начать использовать. Зная, что вот в этом случае сомнений действительно нет. Про все остальное можно думать, работает это, не работает. Там врут нам виши про то, что там наночастицы какие-то заполняют нашу кожу силой молодости и чего-то еще. А про некоторые вещи знают, что они работают. И точно так же вам нужно сделать какую-то операцию, допустим. У вас проблемы с сердцем, с желчным пузырем, с чем-то еще. Через доказательную медицину можно найти, а работает вот эта вот операция или нет. Понятно, что это только первый шаг. Второй шаг это узнать, а в этой больнице пациенты после нее выживают или куда вы собрались обратиться. Но, по крайней мере, вы будете понимать вот этот принцип, и для вас это не будет такой загадкой, где вы полностью как бы подконтрольный врачу, что он хочет, то он с вами и делает. Вы будете знать, что вот это вот, такая-то вероятность, вот это вот, такие-то шансы, это надежно, это нет. И помимо помощи при каких-то заболеваниях, вы сможете это использовать и для продления жизни. К сожалению, сейчас, если посмотреть как рановские все обзоры, то по продлению жизни и по старению имеющаяся информация имеет самый-самый-самый низкий уровень практически. То есть нет ни клиничных испытаний, которые доказывали бы эффективность каких-то методов продления жизни, нету никаких препаратов, которые подали бы доказанным, сильным, выраженным действием. Но, тем не менее, для каких-то отдельных вещей вы эту информацию можете получить и можете использовать. И я чуть позже скажу о том, а что же мы можем сделать, чтобы доказательная медицина появилась и для замедления старения, для болезни. Ну а пока вот этот третий блок, третья волна медицинской стратегии, это трансляционная медицина, совсем новая вещь, появилась буквально за прошлом году, в 2009. Редакция журнала Science открыла журнал Science Translational Medicine, то есть журнал по трансляционной медицине. Появились в 2009 году первые где-то кафедры по этой специальности, в 2010 году впервые, об этом заговорили наши чиновники и врачи, замминистра здравоохранения летом 2010 летала в Америку на конференцию, тоже услышала про такие вещи. Информации в интернет пока очень мало на русском языке, но уже кое-что можно найти и, наверное, будет больше. Значит, трансляционная медицина – это способ увязать фундаментальную науку какую-то и какие-то медицинские идеи с практикой. То есть не просто мы открыли какое-то вещество интересное, L-карнитин или там СКК или что-то еще, и говорим, оно работает на мышах или даже оно работает на человеке, а способ сделать так, чтобы люди реально получили пользу во всей стране, во всем обществе, чтобы до них это как-то дошло, чтобы не было социальных факторов, политических факторов, которые препятствуют. И, по сути, то, что мы уже знаем по борьбе со старением, очень хотелось бы реально воплотить в жизнь. То есть сделать так, чтобы люди медленнее старели, дольше жили, больше были здоровыми, меньше умирали и постепенно мы эту проблему решали. Вот в трансляционной медицине по старению практически нет. В сентябре прошлого года, 2010-го, наши друзья-имморталисты с запада из компании, из организации Lifestar Institute, они пробили все-таки, целый год они это пытались пробить, пробили статью научную в этом журнале Science Translational Medicine за авторством некоторых ведущих геронтологов, в которой, мягко пока и осторожно, но сказали, что вот нужно некоторые вещи по старению начинать использовать, начинать применять, начинать разрабатывать, потому что задача старения победить, она вот имеет некоторые интересные нюансы и стоит ей, наверное, как-то заниматься. То есть постепенно, очень издалека разговор об этом начинается в том числе и в научных руках. Идеально, как выглядит результат внедрения через трансляционную медицину, когда есть индивидуальный подход к каждому пациенту, когда все методы, которые разработаны, то есть био-чипы для диагностики, нано-чипы, ДНК-чипы, ядерную медицину, все это можно собрать вместе, выбрать оттуда нужные, полезные конкретному человеку методы, использовать их для диагностики, для профилактики, для лечения, и вплоть до его генетического кода, молекулярного устройства, его профиля, метаболизма и всех-всех-всех факторов сказать ему надо делать вот это. Понятно, что здесь очень важна, конечно, роль автоматизации компьютеров, потому что в одиночку ни один врач просто в голове у себя это не привернет, но вот к этому мы должны идти и, может быть, придем там уже лет через 5-10, в зависимости от того, насколько наши собственные усилия здесь будут активны и достаточно. То есть вот эти три вещи, это самоведение управляемое, доказательная медицина и трансляционная медицина, это те статистические методы, которые нужно использовать для продления жизни. То есть не метод, а как вот это вещество называлось, там, триколоза, триколоза, триколоза или что-то еще, а реально анализ того, что вы из себя представляете, что вы намониторили, то есть каждый день записываете свое состояние. Любой человек может очень быстро, если он обращает на это внимание, начать замечать какие-то закономенции, какие-то тенденции, что почему-то, доктор, я вот часто кашляю, когда я открываю окно. И доктор говорит, вот вы знаете, наверное, у вас может быть вот это вот ослабление иммунитета, давайте мы посмотрим количество белых кровяных клеток, еще чего-то, посмотрим функцию вашей иммунной системы и выясним, может, у вас там начинаются какие-то проблемы возрастные. Постоянно нужно это делать, отслеживать, затем смотреть, какие методы есть рабочие, и потом уже пытаться для себя выставить такую вот систему. Еще один интересный инструмент, интересный еще и потому, что можно сочетать его с приятным, я думаю, Игорь наверняка будет это направление тоже для себя развивать, это возможно сочетать туризм, поездки куда-то с лечением. Дело в том, что чем ломать голову, где в Москве можно прийти в поликлинику и нормально продиагностироваться, можно отправиться, например, в Испанию, в Таиланг или в Израиль или куда-то еще, и за те же деньги, а может быть даже и за меньшие, пройти в нормальной больнице с мировым именем и с 30-ю годами опыта работы, пройти нормальную диагностику. Врач будет или обслуживший персонал будет разговаривать тоже по-русски, все объяснят, переведут все документы на русский язык, все выдадут, если надо что-то лечить, можно уже начинать прямо, можно приехать потом. То есть это, в принципе, очень интересное направление, потому что оно позволяет жителю любой страны как-то вот обойти те проблемы, которые у него есть. Можно обратить внимание, что, например, в Америке, нет здесь практически Америка, никто туда не летает лечиться, потому что цены там раза в 3-4-5 выше, чем в других странах, на тот же самый уровень сервиса и тот же самый уровень услуг. Поэтому это американцы очень часто летают в другие страны, в том числе сейчас в Индию, в Китай, в Коста-Рику и лечатся там, проходят там диагностику. В принципе, это можно делать даже в России до некоторой степени, скажем, вы хотите воспользоваться услугами стоматологов. Вот, если у вас нету какой-то там сверх сложной проблемы, которую может решить только вот этот вот доктор, а просто нужно привести зубы в порядок. Можно это сделать в Москве, можно сделать в Нижнем Новгороде или в Твери. И там за те же самые деньги вам сделают в 3 раза больше и по качеству будет... То есть страны в том числе или выбранные? Это реально те страны, которые больше всего... ну, то есть, тут допустим нет Израиля, потому что он просто не поместился из-за Дурции. Но... Да я не знаю. Это Швейцария и Германия. Вот всегда. По той же самой причине. То есть, вот Германия, она здесь отмечена, что Швейцария... А, конечно, правда, отмечена. Вот. Это у нас что? Это Румыния, наверное. Конго. Германия, в принципе, есть. Швейцария, конечно, тоже она есть. Германия, Франция. Вот. Ну, на самом деле, просто все страны в той или иной степени это делают. Это нужно понимать, что медицинский туризм это еще не настолько устоявшаяся вещь. То есть в той же Швейцарии там 30 тысяч человек в год лечатся из-за рубежа. Это примерно 2% от общего количества пациентов, которые проходят через их медицинскую систему. И в 5 раз больше, то есть не 30 тысяч, а 150 тысяч едут в Швейцарию на спа-курорты. Которые, конечно, очень приятные и хорошие, но все-таки это не совсем медицина. И это не сильно поможет в продлении жизни. Вот. Поэтому, в принципе, много разных стран есть. Много есть компаний, которые этим занимаются. И вариант такой всегда, по крайней мере, стоит рассматривать. Вот. То есть я посмотрел там по израильским больницам. Просто для примера. Что диагностика вот на вот 500 долларов за там базовый какой-то вариант. До 4 тысяч за базовый плюс еще там все-все-все-все-все. И курорт, хорошие условия. Нету традиционного русского сервиса. Когда Михаил Батин, о котором сегодня говорили, он в той больнице, в которой он проводил в центре хирургии, где он организовывал эту операцию по пересадке трахеи. Он туда лег сам. Сейчас панкреатит. Подозрение, но панкреатит. В тот день, когда они отмечали успешно прошедшую операцию трахеи. Так вот. Диагноз ему сказали через два дня после того, как его туда положили. Причем он его узнал не от сотрудника больницы, а от третьего лица какого-то. Кто его лечащий врач, он так окончательно не узнал. У него воспринималось какое-то подозрение через несколько дней, но он не был уверен, что это точно так. Естественно, что российские врачи, как правило, нарушают три основных принципа хороших отношений с клиентом, с пациентом. То есть на Западе в Америке определить, что чтобы человек был доволен и не подал в суд потом на вас, нужно, первое, ему улыбаться. Второе, объяснять, что вы сейчас собираетесь делать. И третье, в конце спрашивать, не нужно ли ему еще чего-нибудь. Может быть, у него есть какие-то еще вопросы. У нас, естественно, не улыбаются. Все процедуры проводят так. Человек ничего не понимает, что с ним делают. Чувствует себя полностью беспомощным. И, конечно же, никаких вопросов, что вам может быть еще нужно. Поэтому медицинский туризм тоже такая вещь достаточно важная. Я сам... Где лежал? Центр хирургии. А, в Москве. В Москве, да. Хорошая организация? Очень хорошая организация, ведущий центр. Но... То есть, евроремонт, он заменяет все остальное. Ну, там, сделали евроремонт и все. Вот, я сам лежал в больнице в Швейцарии. Мне не очень понравилось. Там так не смогли понять, что со мной было. Но сфотографировали меня для студентов. Там мою ногу. Вот. В Финляндии очень хорошо было. В общем, всем советую. Ну, и не говоря о том, что есть еще такая замечательная возможность. Можно взять в России страховку для туриста. И какие-то вещи можно вылечить по этой страховке. Кроме стоматологии, естественно. В этом случае это будет стоить даже не 500 долларов, а 50. Главное посмотреть, что у вас за болезнь. Может ли она так остро протечь. Не симулируй пёстрый принцип. А потом будет херонически. Не, ну, тем более, что здоровье стоит дороже, чем бюджет какого-то другого государства. Ну, я думаю, тут просто можно группу, на самом деле, собирать. И тренинг проведем. Я хочу там курс РАЗК повышения. И полежать в больницу. Приехала группа русских, и всем сразу стало плохо. А что это? Сразу вот поехали, заходили в Баттен-Баттен. Всей группой заболели. Ну, кстати, по поводу Баттен-Баттен, просто скажем. На осень мы планируем фестиваль тренинг в Баттен-Баттен. Осенью. Это там всё. Мы решим вопрос с оздоровлением на великолепивших спа-центр в Баттен-Баттен. И если Данил нам что-то посоветует, мы ещё сегодня себе влечим. Так что, готов. Или, по крайней мере, узнаете, что надо лечить нам больше. Так вот. Для того, чтобы можно было нормально заниматься поддержанием своего здоровья, они нужны, естественно, планы, какие-то индивидуальные программы, которые откуда-то нужно получить. Ну, я просто перечислю, какие это должны быть. Естественно, это должна быть диета, естественно, это должен быть набор тех веществ, которые человеку нужен для компенсации личных недостатков диеты, селен, витамин такой, витамин другой. Естественно, должна быть какая-то фитнес-программа или физкультурная программа, как мы раньше знали. Личная программа по диагностике, по профилактике и по экстренной медицине. То есть, по крайней мере, когда с нами что-то случится, мы не должны ломать себе голову и лезть в Яндекс, смотреть, в какую же больницу в Москве можно ложиться. Желательно знать сразу хотя бы один-два телефона, куда можно позвонить и быть уверенным, что все понравится. То же самое касается не только лезть в больницу, но какую скорую вызвать или какого врача. У каждого человека своя ситуация, свой профиль здоровья. Нужно понимать, что если есть проблемы, например, с желчным пузырем, или с кишечником, или с желудком, то куда, если что, звонить? Куда, если что, бежать? Потому что иначе возникает ситуация, что вам очень некомфортно и неудобно искать в Яндексе эту информацию, когда у вас острый приступ боли. А где все можно узнать? В интернет, позвонить, прийти в поликлинику, позвонить в больницу, спросить друзей, посоветоваться с знакомыми врачами. Сказать вообще, а вот гипотетически, если я сейчас здесь упаду и начну биться в конкурсиях, вот куда вы так советовали мне звонить и обращаться? Потому что это реально для многих людей проблема, поскольку уровень доверия к медицине достаточно низкий. Естественно, возникают сложности, что ну а куда бежать? Ну да, опять-таки, вопрос со страховкой, это тоже можно будет об этом вспомнить, понять, какая есть обязательная, какая добровольная, что выбрать. Потому что вопросов тут и проблем много, и лучше ими озаботиться заранее. Причем, опять-таки, для родственников, опять же, озаботиться. У кого-то, кто-то узнает, что у него там полис просроченный, карточка не действует или еще что-нибудь. Все эти вещи надо сделать. И по порядку, по диете. По-хорошему нужно идти к диетологу. Диетолога можно найти в санатории, можно найти, может быть, если повезет в поликлинике. И реально озаботиться им, а что же все-таки надо есть. Потому что с диетой и с правильным питанием все очень просто. Вы едите то, что вы покупаете. Вы покупаете то, что есть у вас в списке. Если у вас нет списка, то, что у вас есть в голове. Если у вас в голове ничего нету, то вы покупаете то, что лежит перед вами в магазине. А именно, ну что, каких-нибудь булочек надо взять, йогурты хорошие, вот еще что-то, печенье, колбаски нарезки. Главное фиолетовое, а оранжевое. Причем фиолетовое, именно упаковка фиолетовая, потому что она больше там красивая. То есть, на самом деле, у каждого человека, у него должна быть какая-то нормальная диета, и он должен знать, а что он, собственно, планирует есть. Когда-то, когда у нас были везде столовые, мы знали, что мы едим. Мы едим то, что кто-то где-то в Институте питания Российской Академии и Наук разработал, спустил, ну и вот худо-бедно приготовили. Гречная каша, котлеты, суп, то-то, первое, второе, третье. И, может быть, это было не так оригинально, не так вкусно, но, по крайней мере, мы знали, что мы не едим чего-то очень вредного. Вот сейчас ситуация какая? Обед, так, куда идем, так, хорошо, если есть грабли, допустим. А если нет, например, так, то ли мы пойдем вот сюда, то ли это будет пицца, то ли Макдональдс, то ли это будет, там, такой ресторан, вот мы вот это купили. И то, что человек ест, ну, то есть тут нельзя вообще никак говорить о какой-то там полезной еде или о полноценном питании, ест, а вот что, то есть кидает в себя как в помойку просто. Вот, и хотя, конечно, не нужно здесь гнаться за какими-то навороченными диетами, раздельным питанием, питанием по цвету, но просто нужно иметь здесь вот обычное нормальное питание для меня, это что? Что для меня полезный завтрак? Вот, если человек, допустим, считает, что полезный завтрак для него это будет каша, овсянка и еще какие-то вещи, у него должна быть дома эта каша, он должен знать, где он ее может съесть по дороге. И, конечно, идеальный вариант, когда это разработать ему диетолог. С учетом его генетики, с учетом его метаболизма, с учетом всех факторов, там, дефицита тех или иных веществ. По БАДам аналогично. Диагностику на различные вещества делать, ну, вот, нету места в Москве, куда можно прийти и получить тесты плюс советы. Поэтому выкручиваться тут нужно как-то самим. Начать с самого необходимого, то, что, допустим, в презентации у Анатолия, то, что в других местах написано, вот это вот точно всем вам нужно. Например, в Селене, если вы живете в Москве, значит, закупили, поняли, как вы это будете покупать дальше, потому что, поймите, если вы, допустим, съедаете банку за месяц, чего-то, то вам эту банку нужно будет купить 12 раз в год. И 12 раз в следующий год. Если у вас процесс закупки не отлажен, и для вас это каждый раз головная боль, то вы будете на это забивать. Потому что никто никогда не испытывал голод от дефицита Селена. Так что я сижу, просто, я понимаю, меня сейчас будут здесь колбасить, у меня на чем-то судороги, если я не съем Селену. Такого не бывает. Что касается фитнеса, физкультуры, ну тут, на самом деле, такое огромное количество информации, просто... Еще такой, вот, просто вопрос попадает. Сейчас великое множество сетевого маркетинга, которые предлагают нам самые разные банды. Каким образом выбрать, что... Правильно сегодня было сказано, заказывать можно Лев, Life Extension Foundation американский, можно там Anti-Agent Systems, можно заказывать, можно покупать или заказывать от любого любого производителя. В принципе, с нормальным производителем, если видно, что это не какая-то вот оригинальная упаковка, что-то там, продукты, чего-то там такого, то витамин С у них везде нормальный, витамин С. Вот, если хочешь надежности, то западные бренды... Вот и все. А, и при этом абсолютно никогда не надо вестись ни на какие оригинальные, там, супер необычные разработки, потому что, хотя реально могут быть, конечно, различия у того же Лева, они могут учитывать там вопросы дозировки, вопросы формы такой-такой, вопросы, какой наполнитель лучше использовать для таблетки, чтобы там вот эта штука лучше сохранилась. Но это настолько, как бы, второстепенные факторы, что сначала они не будут важны. Данил, скажи, а закупку вот этих бандов у этих компаний через интернет лучше? Через интернет, да, можно объединяться, можно там просто выписать каталог, зарегистрироваться, можно там делать через какого-то посредника, то есть, допустим, у нас сейчас магазин, который мы открываем, там пока еще нету этого ассортимента по BAD, но, в принципе, мы это планируем делать. То есть вариантов, на самом деле, много, главное, чтобы он был удобным. И если нужны какие-то там конкретные советы, то я тоже могу потом... Да, так это по букву пишется. Лев. 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 Лев нужно. А вторая? Как там вторая называется? Ай. 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 Вот так. А. Я не могу сказать, что про Визион, а вот насчет самых лучших, это вопрос по какому-нибудь критерию. То есть есть некий уровень качества, который тот же Лев обеспечивает и многие другие производители. И, допустим, если говорить по-просто, вот обычных мультивитаминов, то понятно, что там Витрум, он обеспечивает вот этот максимальный уровень, который обеспечивает, возможно, и Визион тоже, и кто-то еще. Качество обеспечивает, потому что они начинали, потому что они начинали, делали на французскую лабораторию, с которой я в свое время работала, с такой работой с вами. Я знаю, что так все четко будет. Просто реально тут ничего такого сложного нет. Если вы смотрите, как работает, например, французская индустрия в Индии, то лекарства там варят очень часто так. Стоит какая-то хибара или халупа, индусы голые по пояс с вот такой вот палкой размешивают полуприкат в чане. Потом они достают, разливают, раскладывают, и у них образуется нормальное лекарство, которое потом упаковано в блистер на какой-то машинке автоматической, и вы его покупаете, и оно работает. И никаких особых проблем там нет. Понятно, иногда мы имеем дело со сложным французским процессом, где есть 50 этапов, один этап сделали чуть-чуть по-другому, и лекарство не работает или работает хуже. Это тоже бывает. Но самые какие-то основные вещи, ну, не так сложно это сделать. Тут нет какой-то сверхвысокой технологии, и надо понимать, что здесь французские компании, они слегка нас обманывают, завышают сложность того, что они делают, чтобы оправдать, почему вот эта вот коробочка стоит 2000 рублей с 6 таблетками. В Перово там для многих сетевых компаний изготавливаются БАДы, включая для аптек, только по разными упаковками и по разным ценам, причем цены отличаются иногда 100 раз. Я просто там знаю вот кандидат наук, которые меня не занимают. Вы знаете, вот сейчас вопрос тоже работает, ну, со многими живут, мы с сетевыми компаниями, кто занимается БАДами, ну, там, ищутся, и работают с Вижем, и так далее, и сам ВМ. Примерно, могу сказать, технологии одиннажёвые. То, что успеет кто-то как новатор с тобой давать, конкуренты догоняют на сейчас. Нет, ну, есть все-таки, на самом деле инновации, конечно, есть. Поэтому, в основном, в основном вопрос упаковка, вопрос в рекламе, вопрос, ну, скажем, какой-то вот имиджи. Я пишу две инновации, которые реально существуют, которые могут быть полезны. Первое, вот, скажем, компания Рея Курцева, Рея Энтери Health Products, они дают вам возможность пройти онлайн-овый тест и адаптировать стандартный мультивитамин под себя. И они для вас лично будут делать баночку с вашими таблетками, с вашим, соответственно, набором. Это стоит столько же, примерно, сколько и обычный. То есть, такая же примерно цена, как и обычный. Но это чуть-чуть адаптированно. Можно думать о том, насколько это полезно или не полезно, но для некоторых вещей, таких как тот же самый витамин Е, там, еще какие-то вещи, хорошо, когда вы можете вот так вот вмешаться. Второй вариант. Есть компании, где вы уже имеете полный контроль. Вы заходите к ним на сайт, регистрируетесь и сами перетаскиваете, что нужно добавить в эту капсулу. Вот, если надо, делайте там две капсулы, если у вас уже много набралось. И они вам вот эти вот обычные капсулы просто генерируют, закатывают их тоже в блистер, высылают вам, и вы можете есть свой собственный набор веществ, который может быть хорошим, может быть плохим, как вы собрали. Есть пример, когда, например, на сайте Immortality Institute, института бессмертия, такая общественная организация в Америке, в принципе, международная, на форуме долгое время шел у них проект обсуждения идеального БАДа, ну, то есть, набор комплекса БАДов. Вот, они его сделали, они его заказали, там участвовали очень высокого уровня профессионалов в обсуждении, то есть, в принципе, ведущие в мире специалисты, и вот они обсуждали, а сколько нужно вот этой вот хрени, допустим, там, 200 миллиграмм или 100 миллиграмм. и вот они, там, эту статью привели, эту статью, что нужно вот так, и нужно вот так, и, значит, получается что-то такое интересное, неплохое. То есть, инновации, в принципе, есть, и очень хорошо, когда вы можете как-то прозрачно контролировать этот процесс, то есть, вы знаете, что там оказалось, почему, можете даже почитать обсуждение, вот, или можете сами заказать какой-то модифицированный вариант. В принципе, ясно, что будущее за этим, через, там, 20 лет, а возможно и раньше, может, там, через 10 лет, у вас на кухне будет стоять такая машинка, которую набрали, нажали какие-либо кнопочки, и она вам выдала набор того, что вам нужно съесть. Вот, уже под вашей. Уже по диагностике с утра. Ну, и, да, естественно, не без этого. Люди покупаются. То есть, насколько тяжелое утро, в зависимости от этого, количество, там, стимулянтов, каких-то, а вы про Соб-Нони ничего не слышали? Нет. А, Соб-Нони слышал, да. Значит, была замечательная визуализация, где показана эффективность разных препаратов и веществ для лечения определенных заболеваний. Вот, Соб-Нони отличился там тем, что он единственный находился на самой-самой-самой нижней линии, где абсолютно доказано полное отсутствие какого бы то ни было эффекта. Вот, есть много вещей, которые вроде бы не работают, но может быть, все-таки что-то как-то есть. Соб-Нони абсолютно, вот, никакого эффекта там 100% нет гарантируя. Могу потом посылать ссылку на эту визуализацию. Вот, то есть, это разводил его. И почти все, что есть на рынке, это разводил его. Но Соб-Нони, это эталон. Паша, 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 не столько, не столько, это конкурентов. Да нет, он может ошибаться, но это вкусный. Нет, просто есть еще 100% настоящий сок-Нони, вот, и есть оригинальность. Ну да, есть то, что в аптеках, нет, на самом деле, он из корык, просто делается. Вот, есть данные, которые говорят, не работает. И нужно тут иметь, понимать, что придется ошибиться миллион раз, я сам тоже наверняка ошибался, я ошибусь еще не раз. И тут, когда мы находимся в среде, где мы вроде более-менее все понимаем, и вроде бы в основном все честно, то у нас одна стратегия. Это, если я так думаю, то, наверное, я буду придерживать свои точки зрения. Но если мы находимся в ситуации, когда просто мир вранья и лжи вокруг, то нужно быть готовым при первом же признаке, что что-то не так, отказаться от своего любимого какого-то препарата, вещества, искать, это была чушь, это была полная ерунда. Такие примеры, они возникают в том числе даже в научной среде, когда финансируют проект по разработке нового лекарства. Все кричат на всех телеканалах, в СМИ, что супер, вот мы нашли этот секрет, он работает, мыши живут очень классно. Потом еще эксперимент, еще эксперимент, объясняется, что мыши не живут очень классно, мыши живут наоборот очень плохо, и те мыши, которые вначале жили очень классно, это вообще нам показалось, объясняется, что лекарство не работает. И люди, которые вложили 300 миллионов долларов, говорят, ну да, все, забудем, будем сниматься чем-то другим. И тут очень важно не испытывать какой-то привязанности к тем вещам, которые там нашлись, потому что у меня, например, тоже была привязанность огромная, к идее, вообще, что БАДы, это прямо ответ на то, как же долго, лет 10 назад, я, прочитав то, что можно было прочитать, думал, нужно просто найти правильный список этих веществ, купить их, и моя жизнь будет продлена. А потом еще какой-то, пошире список, она будет продлена еще больше. И потом, только через несколько лет изучения ситуации, выяснилось, что все совсем не так. И если как-нибудь достаточно глубоко, то становится более-менее понятно, как все устроено. И в этой картине, конечно, некоторых вещей там точно нет. Нет гомеопатии, нет сока и массы других вещей. Но если вот эти вот программы составлены и составлены хорошо, то грубо, я вам не могу это гарантировать, но могу просто обещать, что лет 15, как минимум, вы сверху себе накинете, к тому, что у вас сегодня есть. Если, какие-то вещи, просто они могут понадобиться, и вы к ним были готовы, диета, бады, фитнес, просто достаточно, это может быть, 5-10 лет, улучшение качества жизни очень большое, потому что, если вы постоянно мониторите то, что с вами происходит и реагируете на потребности организма, да, то в этом случае просто меняете еще и качество жизни. Ну и диагностику, профилактика, чтобы не допустить каких-то проблем через 5-10-15 лет. Ну, помнить, конечно, нужно про креонику. Если удовольствие жить всегда, то надо рассматривать такой вариант удовольствия жить всегда, потом пауза, потом креонирование, и потом удовольствие снова жить. Может быть, у вас еще остались последние желания приговоренного. И вы понимаете, все, конец, никаких других вариантов нет. В этом случае желательно поставить все на паузу, законсервировать, положить, и через 50-100 лет есть некий шанс, что можно будет расконсервировать, снова запустить и продолжать продолжать это удовольствие жить. плюс, конечно, ситуация с родственниками. Потому что, когда что-то происходит с родственниками, то на нас уже, а не на них, висит большая ответственность и психологическое давление. И, конечно, тут всегда хорошо, когда можно что-то сделать, хоть как-то. Потому что, ну, не к гробовому уже, естественно, обращаться. Теперь такая совсем радикальная, не такая, нет, даже на самом деле менее радикальная вещь, чем крионика, потому что крионика для тех случаев, когда нет других вариантов. Иногда варианты есть. Если вы следите или имеете доступ к информации о текущих научных разработках и исследованиях, то вы можете лет на 10 раньше, а то и на 20 раньше использовать какие-то методы, которые созданы, но пока еще не внедрены. Замечательный пример это вот эта трахея. Если завтра вы вдруг обнаружили, что у вас нет трахеи, ДТП, рак, еще какие-то проблемы, она вам очень нужна, потому что без нее просто не получается. И никакая пластиковая трубка вам не заменит вашу родную трахею, которая у вас была. Потому что вы хотите говорить, петь, пить, делать все остальное. В этом случае вы можете, зная людей, которые этим занимаются, ну, позвонить вы не можете, потому что говорить не можете, можете написать им e-mail и сказать, что мы хотим трахею. Пожалуйста, сколько это будет стоить. И ясно, что это будет стоить не четверть миллиона евро, как в первый раз, это может быть, 50 или 100, как-то так. И у вас будет трахея. Точно так же, если у вас, к примеру, ну, вот, бывает, палец, прищемили чем-нибудь. Когда-то раньше прищемленный палец у каждого из нас мог отрасти. Это было в возрасте 1, 2, 3 года. У детей кончики пальцев отрастают. Очень часто. У взрослых нет. Но какое-то время назад, а именно лет прождесят. Игорь показывал эти раскопки. Да? Ну, собственно, это выглядит как вуду, потому что мы взяли какую-то, там, свинью, растерли пузырь и посыпали палец вот этим вот волшебным порошком. Но выясняется, что это вуду работает, потому что в этом порошке содержатся нужные факторы роста и палец регенерирует. История случилась в Испании, когда один молодой человек палец себе тоже опять чипил. И благодаря тому, что он знал, через интернет узнал, что есть такие вещи, он мог прийти к врачам и сказать, хочу палец назад. Они ему говорили, мы сейчас зачистим, отрежем, и будет у вас все аккуратненько, но не будет пальца. Он сказал, я хочу палец. Мы этого не делаем, это вообще безумие. Он пошел в интернет, нашел лабораторию, которая этим занимается, написал, сказал, я хочу, чтобы вы на мне это попробовали. Они говорят, отлично, приезжайте. Он приехал и, соответственно, получил палец. То же самое можно сделать с огромным количеством разных других вещей, которые есть только в экспериментальном виде. Ну, например, потеряли зрение, очень хотите видеть снова. Есть сейчас лаборатории, которые занимаются сетчаточными имплантами, и, в принципе, вы будете, ну, хотя бы, контуры ярких предметов видеть. Это можно сделать уже сейчас. И все, что для этого требуется, это человек, который способен договориться, прозвонить, заключить договор какой-то и так далее. Вот. Это одна из вещей, для которой нужны компании, нужны медицинские центры, которые эту функцию последника могут выполнять. Чтобы не только стандартные какие-то операции вы могли сделать, но и уникальные. Например, вот вы шли там и по вам проехался каток, и нужно очень много всего сделать с вами. Вопрос, куда обратиться сейчас, даже если есть неограниченные деньги, чтобы человека спасли. Никуда. Нет таких мест. Второе большое направление, собственно, это что можно выращивать. Здесь просто показаны примеры разных органов, тканей, которые уже сейчас экспериментально выращивали. Просто на одной картинке, чтобы было понятно, что на самом деле очень много разных вещей. Если вам что-то понадобилось, хрящ, кости, если вы можете найти людей, которые это делают, можете это получить. То есть, допустим, у вас нет ноги. В принципе, при желании, вы можете сделать трехмерное сканирование второй ноги, распечатать на биопринтере матрикс для вот этой вот ноги, пришить ее к себе, к спине, например, или где-то еще, где она постепенно обрастет, клетки стволовые дифференцируются в кость, потом там мускулатура появится, еще что-то появится, затем отдельно нужно вырастить хрящи, это уже делают лет пять назад даже в России. Потом это вам туда пересаживается, и вот у вас будет замечательная кость. Понятно, можно использовать титановую, можно использовать вот такую, но такие возможности уже есть, если этого требовать. Вот они так, что мы пришли в больницу и говорят, ну, что ж вы хотите в вашем-то возрасте, а нужно говорить, что хочу максимум. Здесь пример, вот Юрий Никитин, который на этой книжке изображен, он в какой-то момент столкнулся с необходимостью делать что-то со своими зубами. И, естественно, врач ему сказал, ну, вам сколько лет там уже? Ну, уже-то пока, много. Давайте мы вставную челюсть вам хорошую дадим, она отлично работает. Вот сейчас уже такие нормальные челюсти на присосках, все удобно. Он говорит, да вы что, охрене, не хочу, он в присосках, нормально. Да зачем вам? Ну, и намекают, что вам же осталось жить, ну, 10 лет, может быть, зачем вам нужны нормальные зубы? Вот. Он сказал, что нет, в случае нормальные зубы, поехал в Нижний Новгород, как я сегодня упоминал. Ему вырастили челюсть, то есть кусок кости, вырастили там, где-то у него там, на нем, отрезали, пересадили, нарастили челюсть, которая, естественно, с возрастом уже опустилась, верхнюю, нижнюю, затем установили все импланты, затем там нужно было еще достаточно долго ждать, пока все это приживется нормально, но ждать у него идеальная улыбка, прекрасная, зубами может там грызть, гвозди перекусывать. А что у нас? У нас в ней тоже делают. А, ну да, делают. Ну, возраст, по-моему, Игорь, ты не помнишь, сколько ему? За 70 лет уже, да. Но выглядит прекрасно. Выглядит прекрасно, и у него еще и мама живая есть, которую он экстремальными медицинскими методами поддерживает в здоровом состоянии, то есть при желании может делать очень много. Я не помню, это надо у него, может, на e-mail написать, не помню точно. Вот. Ну, и, соответственно, второе направление, это гибернизация искусственных органов, то есть если что-то нельзя вырастить, то можно установить искусственное. Сердце, легкие, печень, бочки, любые кости, любые, уже даже, частично, железы, такие как поджелудочные железа, частично нервы, то есть, представьте себе, допустим, ну, допустим, вы, чтобы вам проще представить, парализованы, так получилось, ходить не можете, вот, а вам одевают специальную штуку, экзоскелет, подключаются к вашим нервам, и вы можете, пусть даже вот с такой вот штукой, но ходить, при том, что без нее вы просто бежите парализованы, вот, такие вещи вполне можно делать, а, ну, естественно, искусственные руки, искусственные ноги, если вдруг, не дай бог, что-то начать, и это уже вещи, которые можно поехать и заказать, или искусственная нога, такая самая лучшая, самая навороченная, 30 тысяч долларов, то есть, к этим вещам тоже нужно быть готовыми, вот, затем, несколько слов, сейчас вот от индивидуального уровня, перейдем на уровень глобальный, чтобы понять, как вообще надо мыслить, когда мы пытаемся бороться со смертью, пытаемся бороться за продвижение, смерть предсказуема, поэтому ее можно легко обыграть, что значит, что она предсказуема, понять, что вот есть причины смерти, мы их знаем четко совершенно, из каждой из них мы можем что-то сделать, вот мы провели небольшое рабочее совещание, в РТД у нас, и работали над, как раз проблемой, как смертность в России можно сократить, по каждому направлению, и выясняется, вот, большой круг, это то, как есть, маленькие кусочки, это уменьшение, сколько людей будет выбирать, если мы используем те или иные методы, выясняется, что смертность можно сократить, на 60%, используем нынешние технологии, тех, которые есть, если просто их начать массово, доступно внедрять, устанавливать, учить врачей, и так далее, потому что любые болезни легких, например, они полностью, 100% лечатся, упираются имплантацией искусственного легкого, который уже существует, который можно внутрь, на клетке поместить, и более того, я скажу, что даже такие проблемы, очень острые, опасные, как утонутие, например, можно лечить с помощью искусственного легкого, потому что легкие большие, искусственная легкая маленькая, там остается место для регенератора СО2, например, вы можете просто закрыть дыхательные пути, если вы вдруг упали под воду в озере, включится регенератор, и у вас будет, допустим, 15 минут, чтобы одну просто выйти на берег, и это не требует никакой принципиально новой технологии, то есть можно просто взять вот эту вот западную разработку искусственное легкое, добавить в ней какие-то вещи из арсенала дайверов, и вот уже проблема решена. Такие же вещи, если вы, например, оказались в пожаре, понятно, можно, конечно, обгореть, но самая большая проблема задохнуться. Если есть искусственное легкое с регенератором, рот закрыли, не дышите, просто идете и ищите буху. Вот, и куча других проблем, то есть гипертония, миокардин, туберкулез, рак груди, масса вещей, с которыми можно разбираться. Можно разбираться радикально, просто иногда до нуля сводя смерть. С такими вещами, как инфаркт, искусственное сердце позволяет практически полностью эту проблему снять. То есть, если у человека есть очень серьезные факторы риска, и, скорее всего, он сердце своего лишится, убираем, ставим искусственное. Прелесть искусственного сердца в том, что оно не является естественным вот со всеми этими запутанными обратными связями, где мы не знаем, то ли мы вот этой таблеткой поможем, то ли помешаем. Искусственное сердце работает просто. А дольше двух лет с ним никто не жил по очень простой причине. Этические комитеты одобряли установку искусственного сердца только тем пациентам, у которых множественный отказ органов и прогноз меньше месяца. Естественно, что таким людям, даже если поставить искусственное сердце, нужно еще много чего другого поставить. А здоровый человек не исключено, что он вообще может 15-20 лет спокойно жить, прежде чем сердце надо будет менять. И самое главное, что искусственное сердце поменять легко. Приехали на ТО, легли, открыли, сердце вынули. Есть огромное количество в мире людей, в России меньше, естественно. В США практически каждый пятый уже имеет искусственные суставы и меняют их там превентивно. То есть, допустим, представьте себе реальную историю. Балерина американская, у нее в какой-то момент заболела нога. Она говорит, ага, понятно. Это возраст, это суставы, она идет в клинику, клиники рекламируются уже прямо на биллбордах вдоль дорог, установка искусственных суставов, ставят не просто один, а ставят сразу на обе ноги, потому что второй тоже заболит через какое-то время и возвращается через несколько недель, танцует дальше. То есть, есть даже ситуации, когда после такой операции у человека параметры физические, они становятся лучше, чем исходные. Это используют очень активно некоторые игроки в гольф, в бейсбол, там вот если сделать некоторую операцию на плече, например, то примерно на 5-10% бьешь сильнее. Или операция на глазах. Все гольфисты американские ее практически профессионально сделали. Говорят, ну, глаза, зрение плохое, нам она нужна. Им делают то, что называется суперзрение. У нас в клинике Федорова это еще давно можно было делать, то есть, когда зрение делают лучше, чем стопроцентное. А когда нужно следить за бейсбольным мячиком или за мячиком для гольфа очень помогает. Мы говорили, что сейчас те, кто делали 20 лет назад, пошел прямо в тот же предприятие, да, наоборот, теряют гейминг. Ну, естественно, не все, понятно, что... Ну, на самом деле, я знаю людей, которые это теряют. И это вполне естественно, потому что, если вы приходите в числе первых, когда какая-то процедура является экспериментальной, конечно, риски большие. Но все равно, это же только было начало. Поэтому ясно, что всегда есть какой-то риск, но просто нужно его взвешивать и понимать. Вот, например, для спортсменов это риск уже сейчас очень маленький, они все спокойно это делают. И там, опять-таки, нужно знать, что если зрение ухудшилось, то одно дело ухудшилось совсем и уже глаз не спасти, а другое дело ухудшилось по правилу. Понятно. Давай пока не будем брать все кардинальные у нас, слава богу, пока еще... Что нам сейчас делать? Насчет кардинальных и насчет того, что делать сейчас. У каждого человека своя жизнь. Почему плоха доказательная медицина, и почему плохие попытки определить хорошо какое-то вещество или плохо. У каждого из нас в каждом возрасте есть определенные риски. Мы их практически никак не знаем. Вообще никто не знает этих рисков. Потому что никто не предоставляет такую информацию, нет в интернете калькуляторов этих рисков, никто, ни один врач вам их не скажет, хотя, вооружившись Яндексом и Экселем, вы можете там за один день сделать для себя расчет. поясню, что я имею в виду. Берем, например, вашу возрастную группу. Сразу надо поделить ее, например, по уровням дохода, по регионам проживания, по образу жизни. Если мы выясняем, что в вашем возрасте люди чаще всего гибнут в ДТП, в пьяных драках и на пожарах, ну, это как, знаете, в сказке про веретено. надо просто убрать веретено и с ними ничего не делать. Надо пристегиваться, когда едете на машине, надо не участвовать в пьяных драках и стараться соблюдать противопожарную безопасность. И вы тут же можете несколько категорий рисков очень сильно понизить. Это то же самое. В сказке это не сработа. В сказке это не сработа, иначе не было бы сказки. То есть, было бы неинтересно, когда, представьте себе, вам сказали, что единственное, от чего вы можете умереть, это веретено. Вот. И ваши родственники объяснили вам, что такое веретено. Объяснили, что есть доказательная вот эта вот магия, что точно вот этого веретена вот вы умрете. И спокойно дали вам кучу альтернатив. Вместо веретена можно героин, прыжки с тарзанки, прыжки без парашюта, вот все что угодно. Но веретено не надо, потому что от него реально люди умирают. Вот. И вы бы жили, 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 жили. Сказки не было бы, была бы такая анекдот. В сказке должна быть трагедия, что сначала вот, нет смысла смотреть на среднюю кипературку больницы. Самая большая ошибка, которую можно сделать при анализе данных. Сейчас есть инструменты для визуализации. Вот то, что Игорь показывал график с такими кружочками, это специальная система, несколько лет назад сделанная, которая анализирует огромное количество разных данных по странам, по смерти, еще факторам. Ее не адаптировали пока для личного такого анализа, но она показывает, что со статистикой надо работать не на уровне средних. Что там, какая у нас сейчас ожидаемая пододательность жизни. Вообще никакой нет. Это показатель ожидаемой пододательности жизни в России сейчас полная фикция. То есть, гомеопатия имеет больше смысла, чем вот этот показатель. Потому что люди, которые сейчас рождаются, они будут использовать технологии, которые появятся через 10, 20, 30 лет. Нельзя давать им 60 лет и говорить, ну, 64 года. Какие 64? Есть шанс у этих людей жить неограниченно долго. У нас с вами есть шанс. Меньше, чем у тех, кто рождается, но тоже есть. Вот. И поэтому нужно всегда смотреть на лично свою ситуацию, какие есть генетические факторы риска, какие есть факторы, связанные с образом жизни, какие заболевания у вас могли настолько сильно продвинуться, что представляют угрозу, а какие вы убрали с помощью диагностики, сказав, ну, нет у меня туберкулеза. Не было, всю жизнь не было и сейчас нет. А, соответственно, с теми, которые остаются, и надо бороться. И на них надо все внимания. Вот здесь покажу по графикам. Значит, ну, есть проценты, здесь абсолютно значения. Основные причины смерти в Соединенных Штатах по возрастам. Один год, пять лет, двадцать пять, сорок пять, шестьдесят пять, восемьдесят пять, и год цвета. Синее — это сердечно-сосудистые, малиновое — это рак, и там некоторые другие. Желтое — это заболевание дыхательных пути, манические. Соответственно, мы видим, что, анализируя вот эту вот структуру, видно, что вот здесь вот есть ДТП, наибольший лист, когда 25 лет, в Южно-Штатах. И на это надо обращать внимание, просто понимать, что не стой под стрелой, не подходите к краю платформы, пристегивайтесь, когда едете в машине, не превышайте скорость, не разговаривайте по поведенному телефону. И это позволит вам проскочить вот этот вот путь с достаточно большой вероятностью. Дальше. Ранние дырака, они все, как правило, имеют генетическую какую-то обусловленность. То есть, не то, что развился у вас там рак легких в 3 года, допустим, или в 13, а то, что у вас генетический дефект, и если вы сделали диагностику, то вы можете сказать, ага, вот у меня до 25 лет может развиться вот эта вот гадость. И каждый день, каждый год там, ходите, проверяйтесь. Потом, когда вам становится 30-35 лет, когда у вас начинают урушиваться все показатели, то у вас будут две основные проблемы. Надо их мониторить помощью самоведения, когда вы мерите давление пульс каждый день 3 раза. И, естественно, на основные виды рака, а главные это полуспецифичные, то есть рак груди для женщин, рак простаты для мужчин самая большая проблема вначале. Смотрите на них, делайте диагностику, проверяйтесь. И можно дойти спокойно, совершенно вот до сюда без каких-то серьезных рисков. Дальше тоже уже нужно смотреть, что происходит, что меняется, как нужно работать. Это вот так нам онкомаркеры или что это такое? Во-первых, конечно, онкомаркеры. То есть, можно, во-первых, делать генетический анализ, смотреть, есть ли предрасположенность к этому виду рака. Во-вторых, можно делать просто, по сути, анализ крови или любой другой жидкости на наличие онкомаркеров тех или иных. Опять-таки, для рака точно так же верна идея про использование последних технических достижений. Если у вас есть какой-то редкий вид рака, то вы можете сейчас с помощью существующих методов сделать секвенирование, например, ракового генома, то есть взять раковые клетки, для них сделать секвенирование ДНК там, сколько я говорю, за 10-40 тысяч долларов, передать эти данные в лаборатории, которые занимаются похожими видами рака и сказать, есть ли у вас что-нибудь вот на этого. Они вам говорят, вы знаете, мы пробуем вот такое вот вещество и в принципе неплохо работают. В том случае, если он уже есть. Если он уже есть, да. Если его нет, профилактика, это он маркер, да? А в Санкт-Петербурге есть институт, тоже кто-то вам сказал, они делают анализ крови и берут раковую вот эту клеточку и там как-то делают анализ крови, получается, как они сам себя обмечивают. Об этом вы знаете? Вы, может, не очень грамотно говорите, но тогда можно прислать именно кусочек раковой клетки и анализ крови. Это как бы для диагностики, я понимаю, как это может быть использовано. А они потом как-то делают лекарства? Это естественно возможно. Я не знаю конкретно про этот петербург, это может быть все что угодно, но в принципе существуют уже сейчас некоторые технологии, позволяющие опять-таки если вы знаете, кто их разрабатывает, то вы можете получить им доступ за 15-20 лет до того, как они станут всем доступны. Я не знаю просто про этих, а я знаю про другие какие-то. что есть методы давно разрабатываются, давно об этом много говорят, что у раковых клеток есть специфические рецепторы на поверхности. Если вы берете лекарственную там, нано-капсулу или какой-то белок какой-то, который избирательно прилипает вот к этим раковым клеткам, то вы можете дальше либо посветить излучением инфракрасным, разогреть эти частицы и сжечь этот рак, либо можете еще что-то сделать, либо там открыть эту капсулу и ядом просто убить. В общем, миллион разных вариантов. То есть это тоже в принципе можно делать. Ну и еще просто иллюстрация тоже в математике. Если мы смотрим на заболевание гриппом, то обратите внимание, каждый год вот так вот скачет. То есть когда вы смотрите, что вам нужно делать со своим здоровьем, обратите внимание, что если начинается эпидемия, у вас должна быть либо прививка, либо вы должны знать, что марлевая повязка, знать стандартные правила, как нужно работать с этим заболеванием, потому что у нас очень легко относятся все к инфекциям. То есть не используют марлевые повязки дома, не проветривают, не производят дезинфекцию, кварцевание. То есть кажется, ну, человек поболеет и выздоровеет. Я тоже поболею и выздоровею. Но в результате каждый раз, каждый год мы себя зря заставляем вот эти вот там 3, 4, 5, 10 дней проваляться в кровати с заболеванием, которого можно было избежать. И другой пример тоже иллюстрация разной причины смерти в разное время в разных странах. В Соединенные Штаты сто лет назад рак 4%, сейчас 23%. Вот и, допустим, сравниваем Перу и Соединенные Штаты. Дыхательные дыхательные путей в Перу в 2,5 раза больше. То есть мы смотрим, где мы находимся, смотрим, какой у нас сейчас возраст, какое время и пытаемся для нас конкретно сделать вот этот профиль рисков, от чего мы, скорее всего, можем умереть. И реально получается как вот в этой сказке. То есть надо бояться верить и на, и надо бояться высокого черного человека. И мы живем, зная, что нам нужно делать. Ну и последнее. Если мы разбираемся с болезнями, дальше тот же самый инструментарий можно применить к старению. Вот это другой немножко вариант той же схемы, которую показывал Игорь. по возрастам от нуля лет до 60-80 и далее мы показали основные процессы, которые составляют собственно старение. То есть с чего оно начинается, какие факторы вызывают, запускают эти процессы и в каком возрасте, в каких частях организма у нас происходят те или иные возрастные изменения. И видя вот эту схему, мы понимаем, во-первых, если вам, допустим, 40 лет, вот вы где-то здесь находитесь, мы понимаем, на что нужно обратить внимание, что нужно продиагностировать и что собственно нужно остановить. То есть вначале у человека отказывают, допустим, пищеварительная система, печень сначала получает удар первый, там в 20 лет еще, потом остальные части пищеварительной системы, потом уже другие модули и блоки. И некоторые вещи, такие как, скажем, возрастные изменения клеток реально происходят только уже там после 100 лет. То есть вот именно старение клеток как таковых, это для большинства людей не проблема, стареют все-таки органы, системы. Если знать, какие, как правило, стареют когда, то можно лечить не абстрактного какого-то человека от старения, а конкретного в его конкретном возрасте с конкретной ситуацией. Ну и теперь последний, а то, куда же обратиться, значит, как я уже говорил, в мире таких мест нету, но мы должны понимать, что если вот этот подход научно-ориентированный, достаточно радикальный, то есть не то, что-то полиативно принимать каких-то БАДов, а реально убирать риски, убирать проблемы, которые есть. Если этот подход нас объединяет, мы что-то с этим делаем, прилагаем какие-то организационные усилия, чтобы создать такой центр, такие консалтинговые услуги, такие аналитические центры, то мы можем сделать реальностью те методы и подходы, которые мы сейчас обсуждаем. То есть они не просто будут в новостях, что ученые сделали вот это, а они будут доведены, будет сделана вот эта трансляция, трансляционная медицина доведены до клиники, до нашей прежде всего, ну и для всех остальных. И благодаря в том числе встрече, которую Игорь организовывал в декабре, такой ВИП-иммертаристический прием, мы активизировались по проекту, который раньше назывался «Активное долголетие», но сейчас мы его называем АВИЦ, это антивозрастной исследовательский центр, ну и еще отсылка к Авицене, цель которого это именно дать вот такой научный вклад в связь между наукой и медициной. То есть мы знаем, что идут исследования, генерируются какие-то лекарства и методы самые разные. А вот там вот находится медицина, которая должна нас диагностировать, вести профилактику и лечить. А вот эта вот серединка в современном мире она отсутствует. То есть она настолько плохо работает, что просто жуть. Да, конечно, какие-то лекарства через 25 лет испытаний может быть кто-то утвердит. И Министерство здравоохранения американские людей их разрешит использовать. При этом будет еще достаточно большая вероятность процентов так 10 или 20, что это лекарство вообще не работает. И все равно его будут продавать, потому что столько денег в него вложили. Дайте, вроде как-то отобъем. А нам нужна экспертиза и распространение. То есть мы отслеживаем, что появляется вообще на научном фронте. Все эти методы оценивают предварительно. Стоит ими заниматься, не стоит, интересно, нет. Где мы можем взять данные объективные, корректные. То есть, если надо, то сами тестируем, но обычно полагается просто то, что уже есть. И вырабатываем рекомендации. То есть, некие инструкции, стандарты, советы для врачей, которые смогут оказывать услуги по вот этой вот профилактике, диагностике и продлению жизни и замедлению старения. И путем таких вещей, как рефизирование, сертификация, обучение, общий маркетинг, общая реклама можно будет породить большое количество клиник разных, некоторые новые, некоторые существующие, которые вот эту вот услугу, реально, консалтинг по поддержанию человека в здоровом состоянии как можно дольше смогут оказывать. Потому что сейчас им в одиночку это не сделать. Ни одна клиника не может позволить себе сейчас содержать какой-то даже там из двух-трех человек аналитический центр, потому что для них это живые деньги, которые они должны оторвать. Они лучше их положат себе в карман, а продавать будут то, что и так берут. Если мы вот такую вот штуку сделаем, а очень сильно похоже, что мы ее сделаем, потому что реально много есть иммуниталистов, много есть людей, которые говорят, хотим хороший научный центр, в медицинский центр, понимаем, что его нужно делать только на реальных научных принципах и готовы этим заниматься. Тогда у нас может появиться место, куда можно прийти и обратиться.